Кредиторы Нота Банка начинают борьбу за 9 миллиардов рублей, которые изъяли у полковника Захарченко. Все решат формулировки в обвинительном заключении. Если преступления будут классифицировать под статьей «Использование мошеннических схем», то деньги сначала получат агентства по страхованию вкладов, а уже затем обманутые кредиторы. Ну а если речь идет о незаконной банковской деятельности, тогда обнаруженного арестованного миллиарда отдадут казне, как средства, нажитые незаконным путем. Чтобы деньги пошли в счет погашения долга кредиторам, агентство по страхованию вкладов должно для начала заявить, что является потерпевшей стороной. Завначальника управления по борьбе с коррупцией Дмитрия Захарченко задержали минувшую пятницу. При обысках в квартире его сестры обнаружили огромную сумму в 9 миллиардов рублей в долларах и евро. По одной из версий, это деньги, похищенные как раз-таки у Нота Банка. У него Центробанк отозвал лицензию в ноябре прошлого года.